Все те вопросы, которые связаны с сервисом, комфортными условиями для спортсменов, для хранения их инвентаря, лодок, разминочных столов. Здесь все организовано, все готово для встречи и наших гостей иностранных спортсменов, и для встречи зрителей, которые будут болеть за наших спортсменов. Мы посмотрели, что усовершенствована инфраструктура, количество мест было 158, еще добавилось 450. Наша команда представляет 36 спортсменов, которые будут отстаивать честь, плюс 17 тренеров. Это единственный объект, который находится на удалении, так скажем, в автономном режиме по сравнению с другими, поскольку все другие находятся в городе Минске. Но скорость доставки по требованиям Европейских Олимпийских комитетов, она должна составлять не более 20 минут. Поэтому трафик этот в полной мере обеспечивается. Мы также сегодня посетили деревню спортсменов. Условия необходимы и даже больше созданы. Впечатления, особенно у иностранных спортсменов, самые положительные от условий размещения. Мы также сегодня побывали в поликлинике, которая тоже была построена ко вторым Европейским играм. Все передовые технологии включены, и новая аппаратура, которая связана с восстановлением спортсменов. Ну, то есть, все то, что необходимо, по требованиям Европейских Олимпийских комитетов, белорусской стороной обеспечено. Ну, и, конечно же, наше традиционное белорусское гостеприимство без нашей кухни не могло обойтись. Объект питания иностранные спортсмены очень отметили нашу молочную продукцию. В деревне спортсменов открыто наш кафе национальной кухни, где спортсмены могут собираться, общаться, знакомиться друг с другом. Заехало 2389 спортсменов, это данные, на сегодняшнее утро. Ну, и этот процесс продолжается. Сегодня в Олимпийской деревне будет торжественное поднятие флага. Все команды будут приветствовать друг друга. Только вот за вчерашний день порядка тысячи билетов продано. То есть, вот за такой период суточный осталось порядка 300-350 билетов. Они тоже, как бы, очень быстро расходятся. В Минске три фан-зоны, плюс в областных центрах, ну, и в городах Минской области это молодечно. В Бобруйске тоже организованы фан-зоны, они тоже ждут своих болельщиков. Очень хорошо подготовлены наши волонтеры. Это порядка девяти тысяч. Поэтому я всех призываю болеть за наших и успехов нашим спортсменам.